4 мая Борнео единственное место их обитания в природе, да еще два зоопарка в мире могут похвастаться такими экспонатами в своих коллекциях. В Котокинобалу и в Сингапуре. Естественно, нам край как захотелось их увидеть. Такой фотоохотничий трофей будет покруче акул молотов. Кроме того, вечером, когда стемнеет, нам обещано шоу светлячков. Их тут говорят нереально много. И вот плывем в лодке по реке. Ожидание чудес. О, вот оно, дерево с обезьянами. Далековато, снимаем на пределе возможности оптики. И это самые настоящие носочи. Самец. У них нос их гораздо больше, чем у самочек. Здоровенный. И удивительно похож на пьющего мужичка с опущенным к пивному животику длинным шнобелем. Семья у них гарем. Поэтому самочек увидеть гораздо проще. Их больше. И кадры с самцом нас откровенно порадовали. С учетом того, что это реальные, свободные, дикие животные. Живут носочи. В равнинных лесах на деревьях. Питаются листьями и плодами. Умеют плавать и часто пересекают речки в узких местах. Могут даже проплыть метров 20 под водой. И никогда далеко от реки не удаляются. Да много чего про них можно в интернете узнать. Почитайте сами, если интересно. А пока полюбуйтесь вместе с нами этой диковинной природы. Движемся дальше по реке. Кого еще нам покажут? КОНЕЦ Длиннохвостые макаки. Шустрые и далеко. Пощелкали мимоходом. Крокодил. Да, купаться в этой речке не стоит. Еще носатая обезьяна. Самочка. И почему-то одна. Несколько кадров. Двигаем дальше. Скорость темнеет. Довольно насыщенная получилась экскурсия. Честно сказать, мы даже не ожидали. Район-то обжитой. Люди кругом. Обходишь ты. И светлячков нам тоже показали. Они сверкали искорками среди деревьев. Но в полной темноте заснять это действо нам не удалось. Лишь одного мы все-таки запечатлели. Ему приглянулся браслетик на руке. Вот, смотрите. Жучок как жучок. Ну и все на этом. Ночь уже. Пора домой спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова